Мы не ожидали, поэтому мы не прятали ничего, ночью взорвали мост, а утром они уже, штурмовики, зашли четверо в дом, они здесь по улице, прям их гуськом они в каждый двор. Ну у нас вышиванки висели в шкафу, телефоны лежали на столе, и потом они пошли дальше, проверили нас просто буквально пять минут и ушли. Первым делом давай начали мы прятать, что у нас такое, прятать телефоны, вышиванки, вот, и картина у нас все красивая, велосипеды, да, вот, это было такое нужно, нужно было спрятать. Как только нас освободили, свою вышиванку я как-то сразу нашла, а мужа нашла только через полгода, потому что я ее там в лоскуты какие-то там спрятала. Здесь в доме в кладовой мы хранили вышиванки, вот, ну и Василия, вот, мы сюда ее положили, вытащили из шкафа, вот, так что все сберегли. Я из Донецка приехала туда, и когда в этот магазин мы ходили с девчонками просто как на выставку, потому что там продавалось все за валюту, можно было заходить, и там было столько украинских всяких штучек, начинает вышиванок, я так любовалась, мне так хотелось вышиванку, вот, до этого я не была с этим знакома, вот, и я купила через месяц, я вернулась в Донецк через год, я ее носила долго, это для меня парадная такая была, джинсы, мне 18 лет, и прекрасная, вот, и даже дочка потом, когда я уже была 14 лет, она подросла, она ее донашивала, но она уже настолько была заношена, перебирая, мне жалко было ее выбросить, вот, естественно, я взяла, вырезала все эти цветные штучки, а белые лоскуты, вот эти, и вот из этого батиста мы сделала, я нарвала во время оккупации белые полоски, ленточки, которые россияне сказали, чтобы украинцы носили на руке. Тряпочки, которые у нас из вышиванки были, ленточки, я потом их спалила, ворожея такая, спалила в огне и сказала, чтобы больше их никогда, просто мой муж не одел эту полоску. Если бы я знала, что зайдут русские сюда, я, конечно, бы выехала, потому что мою позицию изменить невозможно, про украинскую позицию, и я твердый человек, и менять свои убеждения не собиралась и не собираюсь, я люблю Украину.